Доброе утро. Ну вот оно у нас начинается так. Подвезли топливо вездеходом. Мы сейчас обратно пойдем вот туда где-то. Там где-то полигоны, стрельбища всякие. Вот в ту сторону пойдем, там есть урочище. Ну и Ишенко на маленькой сковородке. Хлебушек, сырок. Будем просыпаться и двигаться. Нас сегодня Богдан покидает. Вчера он перекопал полу-Рязанской области. Почти все монеты достал. Говорит, что с вами делать еще? Я все уже нашел там. Все, что можно было. Поеду я в школу. Ну ответственно подходит. Смотрите, два специалиста шерповода идут. Мишанька и Евгений. У Евгения вообще есть справка, что он прошел курсы шерповодов. Поэтому не имеет права на ошибку. Мишани справки такой нет. Он может на косячи что-нибудь и ничего ему за это не будет. А вот Евгению уже косячить нельзя. Я не думаю, что там еще надо. Что-то молочного цвета какая-то соляра у вас. Эмульсия. Будешь молочко, йогурт? Нет. Вы, наверное, все помните, что в прошлой серии ребята недозакрутили крышку на бензобаке и у них в соляру поступала вода при преодолении бродов. То есть они ехали хуже, хуже, хуже. У них забился, в конце концов, при подъеме в эту гору забился фильтр и приехали. Поэтому и сейчас сливали эмульсию. Ну а кто не смотрел это, смотрите. Так, ребятки. Вот по такой мы горке. Вчера здесь поднимались. Так, ребятки. Продолжение следует... 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 Советы... 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 Продолжение следует... 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 счет времени пощадила нифига а не вижу 5 4 чок 54 я тут кошелек нашел он смотри раз два три четыре пять шесть семь семь монет ну вот ребят еще десюнчик из той же коллекции 50 год у меня десюнчиков 15 прибавилось серьезно папа монета они кольцо кольцо медная старая от чего-то кольцо шарику на ошейник не запаянная так вот стол находок пойдет от шерпа отошел на два шага и сигнальчик прямого раскопал мишаньки пока в аптечке там давал лекарство от старости от лень и всякие лекарства пьет а какая монетка то правда а по советике ранее 3 копеечки 26 год но хорошо коллекция то пополняется кайф 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 здесь была движуха советская была ребята вилла нашел еще стрельцов ивана грозного на си виллы подымали в бунт народный великий голод но ребят кусочек конина нашел такой вот что-то старая здесь хоть все советы 50-е года ладно ищем дальше пошел я вот стороночку и опять монетка у меня вылезла а это уже царь а это значит старе это монетки никто не находил еще это у нас 1898 год 1 копеечка шикарно ну что ж ну и здесь стоит походить там вот все советах а здесь царь попался хорошо это хорошо ну ребят вроде как коронку зубы нашел что такое звонит цветом ладно возьмем стол находок пойдет все ребятки едем на куда мы едем миша мы едем на следующую полянку мы едем на следующую полянку и близи ну приближаемся к тому месту где мы копали чешую вот и такое хорошее место и вот как бы двигаемся в его сторону есть на шестой чувствуешь но и порядка что-то да это тоже было у нас вот ребят еще одна поляна здесь такая домовая яма есть не знаю домовая не домовая ну короче яма какая то есть и посмотрите видите вот этот кустарник есть березняк вот он весь за пределами этой поляна почему так и кого знаю давайте проверим что здесь было посмотрим ребят ну ничего мы не нашли на этой полянке признаков какой-то человеческой деятельности нету а почему на самом деле вот так вот растет берет кругом и вырастает где-то прям чащоба из березок да раз поляна появляется где два-три дерева там каких-то старых стоят все ничего больше нет отчего так происходит кто знает и и и ну вот ребят немножечко шурфанул ямку дымовую сейчас попробую здесь позвонить посмотреть может и найдется но ребят подкова то ли башмака башмака скорее всего тоненькая зубы какие не знаю куда это использовалось такую штуку нашел нашел я ребят какую-то старую железку прям в корнях вот здесь вот не пойму на что похоже может какой-нибудь старый даже нож или что-то еще там такой любой ребят очень похоже на стременно что ли так взорвал тут такую воронку небольшую достал я из нее монетку сохран хороший это у нас две копейки две копейки сейчас гоним какого года так здесь не очень хорошо сохранилась так вот здесь все замечательно так ну что ж с почином меня вот удобно же наилучшее плохо что нет прям вот так вот у гриль шер да прям сбоку выезжал чтобы не разбирать а столик для гриля надо специально у него есть грилевый столик за секунду разбирается я его специально не брал чтобы прочувствовали глубину всю так ну что фирменные лепешки хватит осетров лопать с гриля сыр лишнего сыр лишнего вот это просто ты играл на него лишь вкусно никому нашел кого учить так вот ребята деньга 1785 год 1785 него хорошо а у боли какая вот ребят какую коронку нашел такая корона поискать где тут остальные запчасти от нее так продолжаем ребят копать полчасика осталось до темноты и потом будет ночной коп не шучу потом и домой поедем будем выбираться советики советики копеечка так ребята нашел я еще монету посвятим маленькая но больше щитовичок щитовичок 15 копеек из 930 3 ну что ж приятно оба а тут не все а тут не все а тут еще тут ребята еще что звенит еще монета вот она еще одна пятнашка 40 еще 15 копеек ребят 41 года это важный для меня 15 копеек с одной ямки то две монетки то как я тут смотри за 3 еще не сдаетесь да дальше прям а у меня еще тут что-то извините копаю дальше вот она звенит монета 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 еще одна совет и опять 20 копеечек мне сегодня советы везет у меня сегодня советов штук 10 20 копеечек 45 45 вроде бы 45 год но это у кого-то прямо из кармана вот там выпало 45 год до 20 копеечек ну что ж я не против три монеты ребят поднял прямо вот с одной ямки все ребята едем к асфальту в 20 копеечек ну в Продолжение следует... Вот мы и на финише, у нас уже ждут машины, а где-то там ждет вкусный ужин. Поехали! Прибатушки, а мы пришли в цех, где делают энергетические напитки. Энергайзеры всякие. Вот видите? А с той стороны Байон первый, да? С той стороны вообще непонятно чего. Все, ребята, мы выехали домой. Закончилось наше компанельное путешествие. Добрый день. Добрый день. Добрый день. С марки документов, пожалуйста. Хорошо плаваете? Да. Ну а пока нам тщательно проверяют документы, я дам вам один мудрый, а главное бесплатный совет. Не покупайте вездеход «Шерп», пока не побывали на сайте gerasimsharp.ru и не узнали всех преимуществах и бонусах, что мы дарим вам при покупке вездехода по нашему промокоду. Это и обучение управлению вездехода в автономных выездах с нашей командой. Это проверенные временем вещи, которые мы ставим на свои машины. Это маленькие вездеходные секреты. Мы четыре года за рычагами в поле. Это помощь в подборе вездехода и его тюнинга, а также персональные тест-драйвы на вездеходах «Шерп». Мы не продаём с глянцевых проспектов. Мы проверили на себе то, о чём расскажем вам. Будьте в команде, герасимшар. Будьте с нами. Прицеп под него, что ли, переделанный? Почему переделывали? Это заводской прицеп под него? Под него. А у него масса тонна 300. Кого? Болтоход этот. Правильно? Да. А разрешённая масса прицепа... Сколько? 1850. Да? А, этот 430 чё? 430 чё там вычет? Это масса без нагрузки. Вот. Вот так вот нас направили. Давно уже до прицепа мы домогались. Ну и профсоюз Мишек я бы попросил как-то подействовать на Михаила, что ли, покритиковать. Его немножечко, чтобы он больше снимал, меньше ленился. Потому как со стороны кажется, что вот я много себя выставляю в видео. Но на самом деле просто Михаил мало снимает. Так что напишите ему в комментариях. Пусть он постарается. Спасибо. Всем всего хорошего. А нам Рязань понравилась. Мы туда ещё обязательно приедем. Теперь уже на подводный куб. Спасибо. Спасибо.